Смену денежной политики на мировом уровне в течение дня. Речь идет как минимум о курсе 100 рублей за 1 доллар. 80% нужно держать в золоте. Рад приветствовать на канале Коинпост. Знаете ли вы, что скоро будет проведена глобальная денежная реформа, и доллар просто исчезнет? Что российский рубль доживает свои последние месяца перед обвалом? А лучшие инвестиции сегодня – это золото. Именно такие прогнозы и рекомендации дает доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов, который, на мой взгляд, является одним из самых оригинальных из финансовых экспертов. Сегодня, по просьбам наших зрителей, я разберу основные посылы от Катасонова, а в заключении видео кратко расскажу, согласен я с ними или нет, и почему. Я помню, что некоторые писали, что Катасонова не надо, но тех, кто хотели увидеть его на канале, было явно больше. Если его прогнозы касательно рубля и доллара начнут сбываться, то первыми об этом узнают наши подписчики в Телеграм. Ссылка на канал сразу под роликом. А сейчас приготовьтесь ничему не удивляться. Мы начинаем. В понимании Катасонова, доллар – это вселенское зло, с помощью которого Америка помыкает всем остальным миром. Но ничто не длится вечно, поэтому уже совсем скоро доллар в буквальном смысле исчезнет. Он объясняет это тем, что текущая экономическая модель с печатанием новых долларов зашла в тупик. ФРС безуспешно пытается остановить дефляцию, чтобы прекратить рецессию в экономике. Но у них ничего не получается, потому что свеженапечатанные триллионы долларов не попадают в реальный сектор. Вместо этого они уходят на фондовый рынок. И именно по этой причине инфляция в США по-прежнему на нуле. Но зато индекс S&P 500 восстановился после мартовского обвала рекордными темпами и обновил свой максимум. Исчезновение доллара может произойти по двум сценариям. Первый подразумевает смену денежной политики на мировом уровне в течение дня. Сегодня вечером доллар еще был, а завтра вместо него уже какие-то новые деньги. Такой сценарий может наступить в любой момент. Потому что его подготовительной стадии была история с кризисом из-за пандемии, которую Катасонов считает искусственной. И этот сценарий наиболее благоприятный, потому что тогда остальные валюты обесценятся примерно на 30%. И есть второй сценарий, когда доллар будет умирать крайне медленно и в агонии. Речь идет о гиперинфляции, потому что денежная масса и госдолг США не могут расти до бесконечности. Поэтому доллар обесценится, а вместе с ним и другие национальные валюты, кроме стран, которые примут защитные меры. Какие именно меры, мы поговорим в следующем разделе, когда будем разбирать обвал рубля. Пересматривая различные интервью с нашим сегодняшним гостем, я не смог найти точной цены, до какого уровня рухнет рубль. Но судя по его тону, речь идет как минимум о курсе 100 рублей за 1 доллар. К тому же с текущим почти 75 рублей – это не так уж много. Зато Катасонов точно дал понять, что ждать обвала стоит в октябре этого года. Это связано с тем, что в конце сентября заканчиваются меры поддержки бизнеса. То есть опять придется платить налоги и отдавать кредиты. Но главное – снимается мораторий на банкротство. И поэтому в октябре экономика может обвалиться в буквальном смысле. Катасонов отмечает, что данные запрета, а также другие финансовые стимулы могут продлить на государственном уровне. Но это не значит, что Центробанк выполнит распоряжение правительства. В понимании Катасонова Банком России управляют не правительство, не Госдума и даже не президент Путин. Он уверен, что Центробанк получает указания напрямую из Вашингтона и делает все для защиты интереса доллара, а не рубля. В качестве доказательства своей теории он приводит такие аргументы, как нежелание Центробанком продавать валюту для поддержки рубля, – саботирование мер по поддержке бизнеса, потому что президент объявил одно, а банки сделали по-своему. И самое главное – в то время, как все покупают золото, Центробанк, наоборот, отказался от закупок. И теперь российское золото продается на аукционе в Лондоне. Кстати, на тему продажи золота у нас было видео. И там я подробно рассказал, кто, куда, сколько, и, главное, почему продал российского золота. Ролик очень популярен, но если вдруг пропустили, ссылка будет на экране в подсказках и в описании. Катасонов не верит в то, что Центробанк отказался покупать добытое в России золото и распорядился выставить его на продажу за границу из-за резкого падения доходов от продажи нефти и газа. Он считает это преступлением и сговором в пользу США, потому что сейчас все, кто могут, наращивают свои золотые резервы. И в зависимости от того, какой из двух сценариев краха доллара будет реализован, цена золота может вырасти от 3 до 5 тысяч долларов за унцию. Но вместо этого Банк России отказался от покупки золота и предпочитает накапливать доллары, которые обесцениваются. Что же касается защиты страны от кризиса, то первым шагом Катасонов предлагает национализировать Центробанк, чтобы снова получить над ним контроль. После чего запретить оборот доллара на территории России и перевести резервы страны в золото. Ну а далее следует закрытие экономики и построение самодостаточной модели. Это, к слову, той, которую хотел создать Советский Союз. Но что-то пошло не так. Как видите, у Катасонова крайне оригинальная точка зрения. Как я к ней отношусь, расскажу в финальной части видео, после того, как обсудим его рекомендации по инвестициям. А пока попрошу вашей поддержки в виде лайков, потому что данный выпуск потребовал гораздо больше усилий, чем обычно. Скажу сразу, Катасонов не дает советов, как можно заработать в кризис. Он придерживается точки зрения, что капитализм уже закончился. И, следовательно, сегодня нужно думать не о том, как приумножить богатство, а как банально выжить и по возможности сохранить то, что уже есть. Инвестиционный портфель от Катасонова выглядит следующим образом. 80% нужно держать в золоте. Важно, речь идет именно о чистом золоте. Различные и тех или акции золотодобывающих компаний не подойдут, потому что превратятся в ничто вместе с крахом фондового рынка. Еще 10% следует вложить в недвижимость. Но тут есть одна особенность. Покупать надо землю, на которой сможете собирать урожай. То есть не квартиру для сдачи в аренду, ведь ни у кого не будет денег, чтобы ее снимать, а какой-то домик в деревне. И еще раньше Катасонов советовал запастись сельскохозяйственными культурами, которые долго хранятся и подходят для посева. Оставшиеся 10% следует разделить поровну между серебром, которое всегда считалось продолжением золота, и еще 5% потратить на благотворительность, потому что добрые дела также стоит совершать. Что тут скажешь? Ни на ютуб, ни в нашем канале в телеграм мы еще никогда не разбирали настолько оригинальный инвестиционный портфель. Думаю, вас он также удивил. И предлагаю перейти к выводам. Слушать Валентина Юрьевича Катасонова очень интересно. В том плане, что он не зря является доктором экономических наук. И это чувствуется в умении обрабатывать и подавать информацию. И самое главное, аргументировать свою позицию. Я, например, согласен с его точкой зрения, что США не могут предотвратить дефляцию, потому что деньги уходят в инвестиции, вместо того, чтобы за них покупали реальные товары. А та игла дотации, на которой сидит банковский сектор и многие компании настолько огромна, что остановка печатного станка приведет к необратимым последствиям. Но с другой стороны, я не разделяю его увлечения теориями заговоров. Например, о том, что тайные чуть ли не потусторонние силы хотят сделать людей слабыми. Ну или что-то попроще из разряда массового чипирования под видом вакцины. Я не приводил этого в ролике, но у Катасонова есть и такие высказывания. Поэтому пример о том, что Центробанк работает на Вашингтон, причем вместе с Госдумой, а бедный президент не может ничего с этим поделать, я полностью отвергаю. Хотя бы по той причине, что именно президент выдвигает кандидатуру на должность главы Центробанка. И перед тем, как Эльвира Сахибзадовна Набиулина села в это кресло, она была помощником Путина по экономическим вопросам. А конфликт между словами президента и действиями Центробанка объясняется гораздо проще. Власть всегда рассказывает по телевизору то, что люди хотят услышать. Но по факту делает то, что нужно именно власти. После чего Путин грозно кидает ручку и переживает, что ничего не сделали. Снова обещает и дальше по кругу. Естественно, я не могу разделять взгляды Катасонова на то, что стоит закрывать экономику, вводить ручное управление ценами, запрещать валюту и далее в этом списке должны пойти любые инвестиционные инструменты на иностранных рынках. Герой нашего видео считает, что Советский Союз распался из-за того, что партийная верхушка отказалась от коммунистических идеалов и начала заниматься собственным обогащением. Я же считаю, что такое их поведение является нормальным следствием того, когда изначально выбрана неправильная идеология. Именно через вот эту призму ностальгии по СССР, веры в тайный заговор США и серьезным увлечением религии нужно пропускать его прогнозы. Вот тогда из них можно будет извлечь пользу. Подписывайтесь на наш канал и предлагайте, кого еще стоит разобрать в комментариях. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и просвещайся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok